Всем привет! С вами Ольга Фернова, моя огородная азбука. По многочисленным просьбам сегодня хочу показать, как выглядят томаты, которые я буду пикировать сразу в открытый грунт в тоннели. То есть вот эти вот. Вот это у меня посеянные 12 марта. Тут сорта демидов. Ну не знаю, еще какой-то я сеяла петрушу, сибирскую тройку. Вот смотрите, сорта, которые буду выращивать томаты в теплице, я сеяла раньше, 12 марта. А те, которые буду выращивать, это в тоннелях 12 марта, а которые в теплице, вот я сеяла 25 марта. Они выглядят всего лишь вот так. Кажется, это тоже рассада на продажу, это бычье сердце, это не толстоногие. Казалось бы, но вот они совсем маленькие, что они не успеют вырасти. Но тут самая главная проблема не в том, что они не успеют вырасти, а в том, что как бы они не переросли. Много раз, несколько лет подряд, я боялась, что они не вырастут. И высевала раньше, вместе вот с этими, с тоннельными, 12-го, 15-го марта. Но после высадки в теплицу они очень быстро идут в рост. Там же было благоприятные условия, там тепло, там солнце. И они вырастали очень быстро, зацветали. И несколько раз даже падали, все вот эти у меня грядки. Ну бывает полигание рассады, знаете. Эти-то они будут сидеть в холоде, и они не так будут быстро расти. Они будут развивать корневую систему там под землей. А надземная часть у них немножко будет, ну знаете, как вы при пересадке, при пикировке. Пока корневую хорошо не нарастит, наверху холодно. Она сильно листовая, перестанет развиваться вот эта часть. И они немножко как бы будут притормаживать. Именно поэтому я их высаживаю, сею на 2 недели раньше. А этим ничего не будет наверху мешать. Наверху будет тепло, наверху будет светло. И они так хорошо, быстро вот наращивают вот эту надземную, вот эту именно зеленую массу, что иногда заваливаются. Поэтому, учась на своих ошибках прошлых лет, для выращивания рассады на продажу в теплицах, я высеваю ее всегда позже. В конце марта или даже в начале апреля. У меня есть вот где-то посев, где я села, по-моему, 1 апреля, позавчера. Ну а вот так выглядит рассада для тоннелей. Видите, что она прям как эта кашка-малашка, такая сплошным. И вот эту рассаду по плану я планирую в средине апреля, то есть этого месяца, то есть через 2 недели мне нужно будет высадить в открытый грунт. Это выглядит, конечно, звучит это очень так ужасающе, потому что у нас еще сугробы не растаяли везде. Но за эти 2 недели верхний слой земли прогреется. Вот сколько ей надо? Когда закрою пленкой, там у них создается свой микроклимат. И вот верхний слой почвы у нас уже теплый, а внизу еще может быть и лед, но им это не грозит. У них там создается именно вот такая вот, ну как маленький, вот такое маленькое теплое место под двумя пленками. Вот так они выглядят сейчас. Кажется, совсем еще маленькие, но к началу июня, когда мы высаживаем вот с 1 по 10 июня, они будут здоровой, некоторые даже зацветут, жизнеспособной рассадой с огромной корневой системой. Закаленные, будут толстые на солнце, зеленые. Потом я вам их покажу. Пока что вот такие, казалось бы, что из них вырастет уже апрель на дворе, но они еще покажут себя. Все, до свидания. Продолжение следует...